Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Стэть. Снять кино о любимом дизайнере, о модной профессии или даже о модном гаджете? Хотите свое кино о персонаже с нестандартными убеждениями или о романтическом перевоплощении? Рассказать о нелегкой судьбе модной туфельки или 100-летнюю историю жизни бабушкиной пуговицы? Это может на самом деле каждый. Участники 4-го международного фестиваля короткометражных фильмов Fashion Film Festival уже смогли. И больше о моде, модниках и самом фестивале, который пройдет в Киеве в октябре, поговорим с нашей гостьей. Это учредитель международного фестиваля короткометражных фильмов Анжелика Долженко. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. И ваше сообщение было, вот вы об этом сообщили, о том, что это уже четвертый международный фестиваль фэшн, фэшн-фильмов. А мне интересно, как появилась идея, для чего она появилась? Как-то, что вы, наверное, в один день поняли, что Украине нужен вот именно такой профильный, специализированный кинофестиваль. Ну, в общем-то, это пришло, нельзя сказать, что неожиданно, да, но для меня это была как-то вот такая была дилемма, делать-не делать, быть-не быть. Ну, а получилось потому, что ситуация, вы помните, 2015 год, да, в основном Украина, это была такая, ну, практически депрессивная такая ситуация была в Украине, и, в общем-то, нужно было как-то выруливать. Поскольку я писала о моде, мы писали о моде, коллеги писали о моде, и казалось, что это актуально, что это кому-то нужно, и просто было востребовано, то в 2014-2015 год все совпало. Не только глобальное развитие, да, вот как бы моды как таковой, но и вот ситуация в Украине, и пришло понимание того, что нужно что-то менять, и нужно менять что-то кардинально. Как менять, с чего начинать, зачем менять, потому что то, что мы, в общем, считали модой, оно стало неактуальным, оно стало невостребованным, понимаете, форматы, шоу-форматы, в основном фэшн, да, почему-то подразумевается одежда, но на самом деле мода — это всё, что нас окружает, и мы отсюда, от этого никуда не можем деться, то есть это реальность. И возник вопрос, что делать, вот, и я начала искать, думать, искать форматы, что можно делать. Мы придумали вот такой кинофестиваль, да, где каждый может снять работу о чём-то модном, да, я так понимаю, и вот мне интересно, кто ваш зритель, кто ваша целевая аудитория, и для кого эти работы, кто смотрит, это только в Украине или может показывать за границей, и кто участники, опять же, это только эти модные-модные, да, или участники абсолютно разные, и зрители абсолютно разные. Вот вы понимаете, цель проекта была в том, чтобы сделать проект для всех, не для модных-модных, не для рафинада, не для гламура, потому что все понимали, вот где-то там в душе, да, все понимали, что это неинтересно, да, и больше подвержено критике, а что-то настоящее, натуральное, искреннее, скажем так, гармоничное, вот его не было, его не было, где его найти, что это может быть. Модный формат подиумов, да, вот немножко все подустали под него, и то, что придумала Шанель в 50-х годах, да, для того, чтобы, ну, просто рабочие показы, для того, чтобы показать своим клиентам, что они могут делать, это трансформировалось за вот эти 50 лет, и вообще в другую какую-то, да, пошло сторону, то есть вы понимаете, да, на ванн-сцену вышли модели, а не одежда, которую они представляли, то есть потребность пропиарить себя, а не показать то, что сделал дизайнер. Тут, в общем, много-много-много всего совпало, и вот эта вот потребность сделать что-то правильное, настоящее, натуральное, то, что будет интересно зрителю. Вот основная цель была, это чтобы люди могли приложить свои идеи, которые будут интересны другим людям. Вот это вот. И опять же это модным сделать, да, потому что вы об этом говорите, на вашем сайте информация о том, что можно снять что-то настолько классно, настолько круто снять, что оно потом автоматически становится модным, да? Идея была такова, чтобы любой человек, у которого есть идеи, у которого есть какие-то мысли и желания приобщить к этим идеям ещё людей, вот дать им возможность проявить себя. Мы же не знаем, что каждый человек думает, да, но тем не менее все мы живём в каком-то социуме, в какой-то среде, во всём этом живём, и всё это или модно, или не модно. И вот вопрос вот стал, что нужно как-то это всё вытащить из людей. Вот как вытащить? И тогда уже пришла идея именно видеоформата, потому что мне, я абсолютно уверена в том, что писать о моде можно, нужно, но сейчас, на данный момент, это востребовано только в формате каких-то экономических трендов, какой-то аналитики, но не о коллекциях и не о том, что делают там, скажем, дизайнеры или то, о чём думают там другие люди. То есть это вот, я так подумала, что это нужно всё это показать, как, знаете, пословица «лучший раз увидеть». Вот, и видео очень востребовано, да, то есть оно много со временем, и вот потому, вот именно такой формат был выбран, что это будут маленькие видео, которые, короткометражки, которые можно снять любой на мобильный телефон, ну, естественно, обработать и прислать на фестиваль свою идею, свою модную идею. Мода, вот где-то снизу, с народа, формирование трендов именно снизу, да, то есть настоящее формирование трендов. А кто потом, вот по поводу жюри, да, те, кто будут оценивать эти работы и решать, что хорошо, что плохо, что модно, что не модно, что о моде, что не о моде. Жюри, это тоже люди, которые, ну, наверное, должны быть, я не знаю, ну, не иконами моды, потому что, да, я так понимаю, мы отходим от этого, от этого идилопоклонства, да? Да, да, конечно. Вот, но всё-таки люди, у которых есть стиль, есть вкус и есть, наверное, какой-то авторитет в обществе, да? Вы знаете, при подборе жюри, вот моя главная, как бы, задача была сделать такое жюри, подобрать, пригласить таких людей, которые будут высказывать исключительно своё мнение и никому не прислушиваться, и чтобы это жюри не было, ну, скажем так, коррумпированным, да, заезженное слово, но тем не менее. Для меня очень важно, чтобы каждый член жюри высказал именно своё мнение, поставил свою личную оценку. У нас есть одно мнение, одно из членов жюри конкурса, который проходил в 2017 году, в прошлом году, думаю, мы все её узнаем. Давайте послушаем. Многие из тех детей, которые что-то делали, они, может, пойдут и в большое кино. Такие фестивали должны быть, и нужно очень-очень им помогать. Может, кого-то из профессионалов привлекать, или операторов, или режиссёров. Знаете, что это людям очень-очень нужно. Если с чистым сердцем и с разумной головой, со вкусом, то всё будет успешно. Ну, вот народная артистка Украины Ада Роговцева, да, кумир поколений, как минимум двух, да, вот, и человек говорит о том, что здесь не только понятие моды, да, здесь всё намного шире. Человек, который снял о моде, он потом может реально реализовать себя в кино, то есть в качестве режиссёра, то ли в качестве оператора, то ли в качестве ещё кого-то, да. Да, то есть расширяются грани. Безусловно, много очень таких талантливых людей принимают участие в фестивале, у которых есть потребность показать, о чём они думают, что их волнует, и как это правильно они, ну, на их, ну, как бы, по их мнению, как они правильно это преподносят обществу. Вот это вот интересно. Ада Николаевна, это вообще наш бриллиант, понимаете, национальное достояние, поэтому к ней нужно прислушиваться. Очень важно к ней прислушиваться. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы больше таких людей, как Ада Николаевна, были у нас в жюри, но их не так много в Украине. Не так много, но достаточно тоже, у нас тоже есть много-много тех бриллиантов, как говорится. Вот, а почему именно Украина? Вот, ну, как бы, страна, я не знаю, насколько мы можем считать себя модными, да, насколько у нас развиты модные тенденции, потому что есть стереотип, что они к нам в Украину доходят через несколько лет, ну, или с опозданием, да, когда что-то модное, условно говоря, где-то в Европе, в Париже, да, то к нам оно приходит уже потом. Но в Украине у нас такой очень профильный специализированный фестиваль. Есть такие где-то в мире? Или, может, Украина первопроходец в этом смысле? И вот почему вот именно у нас? Ну, вы понимаете, что перед тем, как организовать такой фестиваль, да, и учреждать его в Украине, я промониторила и поняла, что именно такого фестиваля, как я хочу сделать, его такого нет. Вот, и это, как бы, знаете, вдохновляло. Вот, это раз. Ну, конечно, вроде как и ноу-хау, и мне, ну, немножко переживания были, потому что как люди к этому отнесутся, а с другой стороны думаешь, ну, почему нет? Почему нет? Ну, во-первых, у меня такое, знаете, очень убедительное мнение и вообще цель такая, да, и жизненная позиция еще с тех пор, как я пришла работать в Exclusive Style, это было 12, даже уже почти 13 лет назад, вот, об Украине писать, об украинской моде, и все об Украине, да. Вот, поэтому то, что фестиваль должен быть в Украине, и, конечно, первыми его участниками должны стать именно украинские люди, жители, у меня даже не возникало никаких вопросов по этому поводу, и потом Украина все-таки центр Европы, ну, как ни крути. Ну, да, а как много участников, с каких стран приходят к вам работы, заявки приходят? Вы знаете, очень поразил первый фестиваль, у нас было 2 зарубежных, 2 зарубежных фильма, 2 зарубежных картины, они такие не очень короткие, но все-таки короткометражки, это одна работа была с Америки, и одна работа французская была, вот, в прошлом году у нас было 4 работы с Россией, вот, что меня, в принципе, очень порадовало, потому что, ну, вы же понимаете, что ситуация с ситуацией, а творчество, оно все-таки без границ, и людям нужно реализовываться. Ну, творчество, на самом деле, это проявление той ситуации, которая есть. И тут нужно быть не просто толерантным, да, вот такое тоже заезженное слово, а нужно быть разумным, и нужно правильно принимать решения, и нужно, ну, правильно... Ну, так понимаю, политика тоже присутствует немножко, вот, политики, и моду она не оминула, да, потому что мы уже говорим сейчас о толерантности, мы говорим сейчас о участниках с России и так далее, да, у которых, может быть, есть другая позиция какая-то, то есть, и здесь тоже, наверное, да? Я не знаю насчет их позиции, вот это мы как-то вообще не обсуждали, но у нас есть в условиях фестиваля, приема фильмов, такой пункт, что никакой политики, вообще никакой политики, то есть, это даже не обсуждается. Я настолько далека от политики, единственное, что я могу только новости послушать, ну, и как бы для себя обрисовать ситуацию в стране и в ближайших зарубежных странах. Но это для себя, касательно фестиваля вообще, вообще зеро, политики никакой. Поэтому, и вы знаете, довольно-таки профессиональные фильмы были, единственное, что даже один фильм, по-моему, занял какое-то место, я сейчас не вспомню, второе, по-моему, место, вот, они довольно-таки профессионально были сделаны, и это приятно, что, ну, все-таки уважение к Украине, ну, и тем более к фестивалю, оно присутствует, я думаю, это только плюс, я думаю, что это плюс, не только Америка, Франция, но еще и Россия. И у нас меньше минуты, но все же очень-очень коротко, насколько у нас есть или заметен этот прогресс, насколько украинцы становятся модными, да, модными в хорошем смысле этого слова, просто со вкусом, с любовью к себе, пониманием то, как мы хотим выглядеть и как мы выглядим, да? Есть у нас прогресс в этом смысле? Я вам хочу сказать, что Украина, как страна постсоциалистическая, да, она всегда была, в принципе, модной в плане внешнего вида, то есть это всегда было приоритетом для людей, в отличие от западных стран, это нужно отметить, вот, поэтому, что касается одежды, да, мы модные, а вот что касается ценностей, сейчас мы очень модные, мы самые модные. Это прекрасно, про модные ценности, я думаю, это уже тема следующего нашего интервью, да, нашего разговора, потому что времени уже нет, но за этот разговор спасибо вам. А зрителям я напомню, что гости и программы «Лицом к лицу» была учредителем международного фестиваля короткометражных фильмов «Фэшн Фильм Фестивалл 2018» Анжелика Далуженко, а я, Христина, остаюсь с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь с телеканалом ЕТВ, потому что именно здесь вы найдете информацию о самых важных и точно самых интересных событиях, происходящих в Украине.